Шурупы, болты и гайки. Сейчас ему есть чем заниматься. Ремонтируют бытовую технику в мастерской. На этом месте работают уже больше 10 лет. Сразу по возвращению из Чечни было нелегко, признаёт Пётр Коваль. Долго не мог устроиться на работу. Сегодня он один из лучших мастеров своего дела. Опытный наставник, его усилиями начал работу в мастерской Владимир Назарко, для которого тогда жизнь, казалось, закончилась. Мужчина после 50 лет оглох. На карьере водителя поставили крест. Постепенно-постепенно человек учится, набирается опыта. И как бы уже, ну, я уже без него, как без рук, можно так сказать. Как бы человек вот болел недавно, и мне уже не хватало его. Я уже провел, что одну работу я делаю, потому что полегче ему отдаю, он быстренько всё делает, и с объёмом работ справляемся. Скромничает, уверят в мастерской. Много сил и времени вложил Пётр в своего ученика, порой теряя в зарплате, жертвуя своим личным временем. Но всё же помог этому человеку начать жизнь заново. Благодаря наставничеству Петра Вячеславовича, благодаря тому труду, который он влаживает в него, благодаря тем знаниям, которые он передаёт ему по ремонту бытовой техники, Владимир Павлович достиг очень больших успехов. Дома самые дорогие сердцу люди, любимая жена и сыновья. Никогда не позволят своим детям пережить участие в подобных Чечне боевых действиях, говорит Пётр. Сам он попал в Чечню, того не ведая. Тогда заранее никого не предупреждали. Ночью его вместе с другими солдатами-срочниками отправили в центральную часть страны. Потом на самолёте дальше. Только когда приземлились, стало ясно, что это война. Многие люди, которые прошли войну, у меня есть знакомые, которые тоже участвовали, они по большей части делятся только в своём кругу. То есть людям легче говорить между собой, если они переживали это вместе. То есть человек, который это не проходил, он может даже не понять. Ну, это правда, это очень страшно. Пётр вспоминает бой, где из 30 человек в строю осталось только 8. Но, говорит, гораздо труднее приспособиться к условиям быта. Вот это психологически выдерживали не все. Вернулся целым и невредимым в 1996 году. Это, наверное, ангел-хранитель какой-то. Потому что всю жизнь меня с самого детства охраняет. Бежишь, бежишь, раз, блин, надо падать. Раз падаешь, очередь над тобой пролетает. Или полезу под то дерево. Нет, под это, под то дерево раз, другой контрактник прыгает. И оно как, нормально, смотрю, уже дырка в груди. За заслуги перед отечеством ему вручили орден мужества. Его награды любит рассматривать младший сын. Утверждают, что у него будут такие же. Лучше будем заниматься спортом и получать медали, говорит отец. Ольга Муравьёва, Сергей Водовиченко, Александр Анисимов, Телемикс.